Всем доброе утро. Вот такая у нас зима. Кукушки кукают, птички поют, а мы гуляем в парке. Ты пописали или что ты сделал? Потому что когда он вот так делает, это значит... А где он есть? Дела сделал. Да, дела сделал. Будем собирать. Так вот, уже надела свитерок. В общем, вот так как-то. На улице жара. Ну, шарфик вроде бы как зима, надо что-то больше для красоты. Сейчас погуляю с ним и пойду отнесу рутер от прошлой компании. Они мне при сообщении прислали на той неделе, что если я его не возвращу, то мне 70 евро снимут. Так что пойду оттащу. Он мне все равно не нужен, поэтому надо отнести. И что еще? Еще надо в Лидл сходить. Пешкарусом пойду. Пробздусь, как говорится. Далековато туда. Но так как я не буду покупать что-то там большое и огромное, то можно и пешкарусом пройтись. Если бы делала покупки, то, естественно, на машине на руках-то не потащишь. В общем, да, у нас жарище еще там. Пипец. Зима. Одно дело сделала. Отнесла рутер. Теперь пойду по магазинам, пошляюсь. Ну, это как каждый понедельник. Еще мне, знаете, надо бы в волницу, волнуются, в поликлинику сходить за этими, за рецептами. Но у меня на завтра есть время назначено, но на два. Так неудобно, другого не было. Вот хочу сейчас посмотреть. Может мне рецепты выпишут, потому что один рецепт я уже должна в аптеку. Ну, там такая очередина. В общем, так как я пойду мимо, посмотрим, что по-чему это. Что еще делать? Все равно гулять надо. Такой здесь трафик. Сейчас поеду, короче. А, мужа жду. Знакомые идут кругом. В общем, а что не едет никто? Все стоят. Этот может спокойно проехать. Тут всегда такой вот коллапс. Или как там его назвать? Я стою с Африком, тынь, 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 тынь. В общем, поедем обувь ему выбирать. Я, конечно, всегда сама ему выбираю. Но он говорит, я здесь рядом. Я говорю, ну поехали. Я вообще сама всю одежду, все. Майки, трусы, обувь. Все сама ему покупаю. Знаю все размеры. Он даже не знает свои размеры. Знаю все его вкусы. Короче, он не любитель по магазинам ходить. Я вот под пальмочкой стою. Стояла в магазине в одном каком-то... А, Принфельд? Нет. Страдивариус. И женщина с мужем, видимо, была. И она такая ему, вот смотри, какая кофточка. Мне так нравится. И горлышко мне подходит, и цвет мне подходит. Мужик такой стоит. Типа, да, да. Мне его так жалко стало. Я всегда одна на шопинг хожу по магазинам. Потому что у него такое лицо было, типа, блин, да отвалит от меня. Пишите в комментариях, вы с мужьями ходите на шопинг? Вообще вы любите? Любят ли ваши мужья за покупками ходить? Вот я всегда одна. Будь то молоко, яйца или какая-то одежда. Неважно кому. Потому что, вообще, я прям посмотрю, если бы я увидела лицо своего мужа такую кислую, у меня бы все настроение упало, и все желание покупать что-то тоже бы упало. А так хожу себе одна, никому не мешаю, никто меня не торопит. Никто меня там, ой, пошли-пошли, это мне не нравится, это не нравится. В общем, да. Погода вообще, жара, пипец, невероятная. Блогеры. Купила водичку вот такую вкусную. Англичане какие-то. С камеры вылидали они были. Я уже в Лидали была. Вот эту воду купила с кокосом. Была с кокосом. А, вкус кокосовый. Вот в этом магазине. Муж там друга встретил. Он говорит, поехали с нами. Я говорю, не-не-не, я пешкаруса. Стельки у меня муж отжал, поэтому пойду себе еще другие куплю. Я тут уже была, правда. Что покажу вам дома. Вернее, что купила дома, покажу. Прям вкусный, пить так хотелось. Холодненький. Так что пойду еще стельки посмотрю. Видите, я картошку купила. Вот она здесь со скидкой. Очень часто бывает за 3,29-5 килограмм. Нам теперь на месяц хватит своей любимой грибочки, которую я несу в сумке. Вот у меня тряпочная такая сумочка есть. За фруктами потом на обратном пути зайду. Вот. Там фруктовый магазин. А мандаринчики куплю. Тут у нас завозка вот сегодня. И все лазают. А так как я с мужем была... Кстати, воду можно спрятать в сумочку. То я нифига ничего не посмотрела. Поэтому сейчас спокойно все позырю. Что тут у нас есть? Рамбу вот такую привезли. Напольную 40 евро. Это для обуви. А шторки 15 евро. Всякие рамбочки. У нас же скоро Сан-Валентин. А стельки... В общем, да, люди копаются, копошатся. Труселя вот тут разные есть. Где же они, стельки? Вот большие размеры. Лосины. Увели для хорошего качества. Продают всегда одежду. Конечно, не всегда она... Ах, симпатичная, но... Я ищу стельки. Если они остались... Вот, смотрите, спортивная одежда была. У меня уже столько всяких леггинс, что... Просто не нужно. Просто будет выброс денег. А так... Можно было бы приобрести зонты. Вот эти вот, смотрите. Которые наоборот. Так, где стельки? Где у нас стельки? Блин, чего нету, что ли? Что-то я не вижу. О! Что-то я не вижу. Пойду еще повнимательнее посмотрю. Я еще все тут путляюсь, короче. Рядом с Макдональдсом. Машина меня чуть не пропустила. И сейчас пойду за мороженым. Обожаю мороженое с Макдональдсом. Кто любит еще с мороженым. Вот больше никакой... Ну, как бы, к нему нормально отношусь. А вот мимо Макдональдса не могу пройти. Ну, кстати, у нас открывается 12 часов. Сейчас уже первый час. Думаю, что открыто. Ой, жарко так. Прям не могу. Хорошо, что я ничего не надела сверху. Но на этой неделе обещают похолодание. Так что рано радуемся. У нас рожок обычный. Ну, в Макдональдсе евро стоит. Пишите, сколько у вас стоит такое мороженое? Вообще дорого, дешево. Евро это где-то 60 рублей. Что-то его все с каждым разом меньше и меньше наливают. Скажем так. А теперь пойду посмотрю. Много ли народа в поликлинике. Может, завтра не придется идти. Если я сегодня возьму рецепты, то завтра на завтрашний день аннулируюсь. Ну, наверное, народу всегда до хера. Посмотрим. Да, как всегда в полу. Рекундун. 2,5-0. Ну, ладно. Рекундун. Рекундун. 340. 318-й номер пошел. 20 человек что делать ждать не ждать даже немного чем не стала я ждать потому что если я буду сидеть ждать у меня по времени выйдет то же самое что и завтра на смысл лучше завтра подъеду и схожу за рецептами зайти в обувь что ли зыркнуть зыркнуть ходила на улицу в кожаных леггинсах но не кожаная кожзам я их сняла у меня все ноги сырые они прям пришпандорились к моим ляжка жара 26 градусов вы не поверите я иду у меня все мокрое в общем купила мандарины с ветками ну блин они такие здоровые одним мандарином и поужинаешь и позавтракаешь в общем пипец и выбирала самые мелкие не знаю что они такие здоровые хурму 4 штуки 3 огурчика с пупырышками лук какой-то дорогой был 89 копеек лук представляете и самую свою слабость любимую любовь не удержалась вообще прям как посмотрела думаю хочу не курю не пью чё не имею права вот первое в этом году дорогая зараза 8 евро килограмм но это еще ничего потому что недели две назад я по моему была 16 или что-то такое в общем взяла пол килишка по моему или что не знаю в общем за все на все эти фрукты и овощи отдала 11 евро ну тут черешни на 5 на 6 ну и йогурту так такой кстати понравился но естественно с черешней вот овлидали взяла сейчас грибы себе буду жарить вот такие вкусные вот эти вот конфетки нереально вкусные просто бомба и вот такие желатинки они как наш эти мармелад прям вот обычно здесь берешь и они как знаете жевательные конфеты я такие не люблю вылазит который с пломбой вот она жуешь жуешь и пломба хрясь ты вместе жвачкой или с конфеткой эти мягкие как наш мармелад кстати для веганов без это без животных мне в принципе по барабану животные или не животные я не болею этим еще в машине там осталось картошку купили в ледали с предложением было йогурт о кефир купила который наверное у него машине там вообще не знаю в общем когда приедет принесу вам все покажу а сейчас буду грибы жарить просто с чесночком наверное и немного венца бахну и тортилья у нас есть вчерашняя а еще знаете что хочу вареную колбаску или жареную на сковородке в общем посмотрю что там с ней сделаю ну что вы знаете такой вот потому что вот это вот как я купила в ледали типа мартаделла она прям один в один из индюка она один в один как это докторская видите индюк нарисован но она докторская прям вот один в очень вкусная и вот хочу ее либо отварить либо поджарить что-нибудь я с ней заразой сделаю чарли ушел наверх я не знаю дома тоже жара ну как жара по мне конечно не скажешь но у меня все открыто шторка вот видите гуляет туда-сюда но я люблю такую погоду поэтому знаете какой-то энергия какая-то появляется хочется убираться когда холодно хочется просто укрыться и пить чай и все ой блин я кофе себе не купила на завтрак ай-яй-яй опять придется завтра в магазин ехать а вы говорите раз в неделю раз в неделю это как меня вот сто процентов половина на завтра будет надо будет покупать масло кстати купила оливковое в испании знаете больше жарят парят везде масло добавляют оливковое оно есть разное там вот подешевле подороже но где-то в среднем около трех евро литр я взяла большую баклажку большую 3 литра не помню сколько стоит 66 около семи евро тоже было в лидали с предложением вот когда урвешь какие-нибудь предложения то выходит подешевле чем больше тара тем дешевле естественно литр выходит а подсолнечное масло здесь используют для жарки например ну для фритюра для картошки фри там для фритюрницы я этим не занимаюсь поэтому не масло хватает ого-го насколько я почти ничего жареного то не ем а если жарю то капельки-капельки маслечка масличка ладно хватит болтать время уже убеденное я все тут с вами лясо точу вот такой обед сачок и чай разогревается чайник скипит сейчас вот этими конфетки как не знаю что это но очень вкусно всем приятного аппетита небольшую уборочку в обуви развожу навожу в общем я все никак не решусь эти кроссовки выбросить и наверное я их не выброшу потому что они вообще нормальные классные и там только стельки плохие вот у меня проблем с одну тут немного небольшие дырочки есть но они такие удобные стелькам конечно кобздец видите ну я же купила новые которые у меня муж отжар отжал я купила новые и вот в них положу и буду завалдыривать шнурки можно поменять так что в них еще можно ходить и ходить уги надо тоже убрать отсюда потому что наверное зимы в этом году не будет и я так понимаю потому что уже февраль начался на этой неделе точно не будет никакой никакого холода смотрите все открыто мне тут я тут белье еще разбираю у меня там кисточки сушатся помыла кисточки сегодня вот так там надо чуть-чуть наверное забрать а тут даже ничего не помещается в общем сейчас погоду вам покажу ой что-то неправильно показывает и 12 6 нет вот вот это до 25 градусов на улице а дома 19 ну почти 20 в общем да классно да на улице теплее чем дома сейчас прополисовываешь у разберу белье ты вот так хожу кружусь я пыль тоже вытираю пылесосом ну как вытираю выдуваю пылесосом все щели тоже вот этой насадкой общем удобно а еще вчера я же купила себе два вот таких ну вот они пахнут вкусно не помню как называются вот это вот розовый а это фиолетовый и вот я их посадила в прошлом году в этой штуке тоже покупал здесь их побольше было вот сюда посадила там один вот этот в горшке а второй горшок занят для фиалки вот этой моей фиалочки так водичка здесь не надо это кстати фиалка из вот этой фиалки я вчера ее полила тут что-то назовела что ли в общем с поливом у меня проблема с поливом цветов то переливаю то не доливаю там типа вот вы посмотрите по грунту если там типа два сантиметра сухих то надо плевать это не не идет в расчет потому что я так делала и заливала цветы а еще смотрите лук посадила я вчера достала гляжу лук растет думаю пускай в горшке растет пользу приносит чему бы нет вот один кактус вот этот растет я его знаете как поливаю смотрю что он завял вот эти вот вот эти вот завяли прям такие тогда и поливаю индикатор такой вот у меня в общем вот такие дела он и погода на полу замечательные буду дальше убираться потому что меня сегодня встреча с подругой я там кое-что и должна передать посидим кофе попьем а потом я ну я пойду с чарли как раз прогуляюсь с ним сначала кофе потом а потом будем гулять вот такие вот дела уже скоро а пока по ресурсу так сидим ждем все собаки как собаки гуляют а этот вот уселся и сидит я буду сидеть и он будет сидеть ждем подругу как всегда прошлый раз принципе вот в это кафешке сядем кофе попьем кое-что я передам и все я поеду это кашлятки открыт кафе кудал баню на кого устанет завтра мама твоя убита смотрит вот это до дочь и дочь про сироневаду смотрите к селезню подружка прилетела видите ему иногда прилетают подружки он темп цена говорила что он не одинокий дикая утка мы уже в парке я уже успела с сестрой поболтать с кем еще с подругой пары пипа переписываться в общем час по гуляния не проходит даром все успеваю благо там где мы гуляем нет почти нет никогда машин потому что сегодня что-то было много машин разные тракторы вот тут гуляют лежат друг на друге молодежь и собаками хотя в этом парке собаками нельзя мой ужин сейчас буду пробовать вкусный невкусный на вид очень вкусная там фиг его знает в общем я так устала сегодня находила знаете сколько двадцать восемь тысяч шагов ой сейчас идите двадцать семь с половиной короче так конкретно я еще позанималась хорошо так вообще мне понравилось сил было много массов оливковое с машины принесла вот ну все буду прощаться с вами до завтра и завтра увидимся будет день и будет пища как я говорю пищу у меня есть запланировано что-то мне полопать на завтра вот так масло надо спрятать и все чарли там дурачится и пошла я монтировать всего самую лучшуюся детские игры а что-то на какая-то сухая твердая но что-то нет сока вообще нету но не сушеная она какая-то не сочного как трава ладно что поделаешь